добрый день друзья сегодня решил для вас запилить маленькое видео в котором мы поговорим о защите антенн от статического напряжения точнее статических разрядов обычно в нормальных трансиверах уже должен стоять разрядник который будет делать всю грязную работу ну как показала практика далеко не во всех они присутствуют поэтому нужно этим вопросом озаботиться и устанавливать вот такие устройства защиты вот я использую вот такие вот дешевые китайские здесь написано diamant но это все понятное дело что не какой-то не diamant вот значит что он себя представляет просто 50-омная коробка опачки внутри которой установлен самый обычный простой разрядник который можно купить блин ну на каждом углу просто нет дела все по-человечески оформили вот видно он нам внутри идет трубка вот устанавливается разрядник и в случае появления статического разряда вот он его просто вот сюда замыкается через разрядники идет на землю ну уже как бы защищает выходные каскады вашего трансивера единственно что меня очень сильно напрягает во всем этом деле у меня есть подозрение что эти разрядники ухудшают работу антенны поэтому я решил вместе с вами заморочиться и проверить один вот я значит эту самую подключил эквивалент нагрузки сейчас мы посмотрим что там происходит с ксв так меня интересует диапазон 20 метров у меня же тут все настроено и что мы видим я очень сильно удивлен но с ним по идее все должно быть работать нормально но вот ксв ничего не ухудшает характеристика абсолютно линейная немножко появляется емкость но это скорее всего из-за этих самых соединений вот поэтому я удивлен но он вполне себе ничего единственное что надо учитывать что здесь вот видно пишут мощность сколько там 200 ватт на старого образца а точно такой же новый ничем не отличающийся уже 400 ватт ну то есть получается он должен быть на стороне трансивера если у вас усилители то конечно он должен стоять до усилителя вот усилители конечно лучше использовать таком случае ламповый туша лампа она меньше боится этих разрядов так что такая вот информация вот видите вот показывает 45 и 8 десятых он что в принципе это эквивалент нагрузки он где-то 46 то есть вообще можно сказать практически идеально что я конечно даже не мог себе предположить так что такой предварительный вывод что можно использовать так что такая информация ставьте лайки подписывайтесь распространяйте это видео всем пока